Амун Понять, что самонадеянность его погубит, я вижу в тебе тот же недостаток. Ты мне определенно нравишься, Иерарх. Твоя храбрость достойна всяких похвал. Давай объединим наши силы. Вместе мы его одолеем. Я не могу связать свою судьбу с твоей. В тебе нет той ненависти, что пылает во мне. Ты не закипаешь от мысли, что все, во что ты верил, оказалось ложью. Что твое единственное утешение уничтожить предателя. Ты так считаешь? Амун поработил моих собратьев, и теперь превращает их в отвратительного гибрида. Моя ярость кипит ярче тысячи солнц, и когда она вырвется наружу, это ощутят все. Надеюсь присутствовать при этом событии. Всем привет, дорогие друзья. Вот так у нас начинается уже двенадцатый по счету ролик. И скорее всего мне придется немножко помолчать. Портал в пустоту запечатан. Но нас ждет куда большая угроза. Амун превращает наш народ в свое новое тело. Пока мы сражались на Ульнаре, он воспользовался всей мощью Золотой Арматы. Он использует наше оружие для истребления всего живого в секторе Капру. Сейчас наших сил не хватит, чтобы вступить в бой с Великим Флотом. Но иные слуги Амуна сверебствуют по всему сектору. Ударим немедленно. Устраним его второстепенные силы. Честильщики созданы для войны. Если реактивируем их, у нас появится и армия, и возможность развить серков Амуна. Если они сразу не нападут на нас, им не ведомо, что такое честь. Не тратьте время на ссоры. Ваша цель флот Далдоримов. Лишь я могу оскорить право молажа направления и починить себе его войска. Не забывайте про корпус Мебиуса. Говорят, их штаб находится на секретной базе, где создаются армии Гибрид. Верно. Но мы не можем сражаться с ними, не зная, где их найти. Воразун, отправь темных тамплиеров обыскать сектор. А ты, Каракс, сосредоточь внимание на ключе. От того, что мы предпримем, зависит судьба нашего народа. Нам выпало остановить всеобщее уничтожение. Ну что ж, у нас вновь появился выбор, и это не может не радовать. А теперь мы полетим или на Слейн, или на Эндион. Зелнага мертвы. Ульнар не принес нам спасения, но все же мы обрели обещанную надежду. Если мы хотим выстоять в грядущей битве, нам понадобится армия. Мы с Фениксом считаем, что стоит пробудить древних чистильщиков и вызвать к ним о помощи. Их использование издревле находится под запретом. Но я увидел в Фениксе потенциал. На этот раз они нас не подведут, я уверен. Я, скорее всего, тоже так думаю. Но давайте посмотрим, что же нам предложат на Слейне. Мы пошли на риск, связавшись с Алараком. Тассадар, друг мой, как бы ты поступил, а ты, сироту, позволил бы мне это сделать? Но ответ не важен. Если с помощью этого союза мы сокрушим армии Амуна, то он необходим. Излучатель пустоты это, конечно, хорошая вещь, но я все же больше рассчитываю на наземную армию и против наземной. Ну, не знаю, не знаю. Колоссы очень эффективны. Здесь не поспоришь. Излучатели пустоты. Да, они вместе с Колоссами хороши. Да, я все же полечу на Индион. Мне кажется, с Колоссами будут немножко профитнее. Я принял решение, с которым многие не согласятся. Общаясь с Фениксом, я понял, что программу чистильщиков можно возродить. При должном подходе. Артанис, они не управляем. История это показала. Ими не надо управлять. Как и я, они обладают свободной волей. У нас слишком мало матриц, чтобы создать других, подобных Фениксу. Неужели ты и правда хочешь это сделать? Первые чистильщики запечатаны внутри корабля Киброс на орбите планеты Индион. Феникс показал нам, что такие воины могут быть полезны. Конклав ошибся, обращаясь с ними как с роботами, а не как с тамплиерами. В стремлении контролировать их. И они восстали против своих создателей. А ты не восстала бы против рабовладельца? Я услышал вас. И принял решение отправиться на Индион. Выступаем. Стазисная сеть чистильщиков еще работает. Ее можно отключить только с поверхности планеты. Я засек обширное заражение зергами. Но это не Керриган. Стая Амуна. У нас проблемы. Все, перелетели. Общаться, я так понимаю, вроде ни с кем не надо. О, от перворожденных сложно добиться долгу. А он не одобряет. Он хотел озвучать или пустоты. Но, да ладно. Чтобы активировать Кипрос, нам придется вывести из строя генератор из щитов на Индионе. Пора начинать, Иерарх. Очень сильно надеюсь, что мне дадут нормально развиться и нормальную армию, чтобы никуда не спешить. А то в последнее время очень много миссий на скорость. То есть, немножко не успел. Все. Уже не успеешь отстроиться. Ну и плюс 20 единиц. Как же он называется? Солярис? Нет, не Солярис. Эссенции, в общем, 20 единиц надо в любом случае будет добыть. Мы и так 10 единиц пропустили. В последнем задании можно было бы, конечно, перепройти на бойце. Чисто для салопов. Дюрьма чистильщиков. К счастью, армии ОМУНа пока не удалось преодолеть его стазисную сеть. Я получил доступ к записям Индиона. Стазисная сеть запечатана сложными запирающими механизмами. Их может отключить лишь одно устройство, так называемый мегалит. Я сейчас же приступлю к его активации, чтобы поскорее отключить стазисную сеть. Нельзя оставлять его без защиты. Эти леса просто кишат зергами. Значит, мы их зачистим. Иерарх, когда-то здесь создавалось самое совершенное оружие в Империи. Я слышал об огромных дальнострельных голосах, которые с легкостью преодолевали горы. Посмотрим, как они справятся с этими зергами. Так вот, мы в прошлой миссии упустили и так 10 эссенций, и сейчас повторять это нам нельзя. Зерги выходят из этой пещеры. Мы можем завалить вход, выстрелив по камням. Так, ну вроде пока что проблем никаких нет. С колосами нас на самом деле-то уже знакомили. В Мисс Хоу в Либерти. В компании Заратул мы знакомим с колосами. Вроде там. Вообще бы нам как-то минуса бы убить. Так, ну все. Это наша база. 100%. Отлично. Область зачищена. Координаты для вызова нашего Нексуса установлены. Каракс, активируй Мегалит. Идет авторизация. Мегалит скоро будет готов к работе. Эрарх. Мы будем отслеживать его состояние и дадим тебе знать, когда он активируется. То есть нам надо его защищать, что ли? Я только рад, если будет чистая защита. Система Мегалита скоро активируется. Еще немного, и он будет готов. А пока я улучшил наши заводы, и теперь они могут производить колоссов. Их можно вызвать в любой момент, но не в самый любой момент 300 минералов, 200 газа, да еще и 6 лотов. Под лимит это очень дороговато. Сейчас мы не можем себе это позволить. Только я не совсем все понимаю, сопроводить Мегалит к стазистным узлам. Нам надо еще их найти, получается. Ну ладно, ничего страшного, пока что экономику раскрутим, а дальше уже будет видно. Мегалит почти готов. Но нам нужно собрать немалое войско для его защиты. Так, снизу зерк. Сверху пока непонятно, что у нас находится. Мегалит активирован. Мы должны защищать его, пока он движется к стазистным узлам. Вот что называется. Дайте мне временно развиться. Да конечно, дадут мне временно развиться. Надо войск устроить. Он устанавливается? Он вроде должен устанавливаться. А вдруг меня нападут сзади? Там уже есть проход, мы знаем. Так, ладно, идем обратно. Мегалит достиг первого стазистного узла. Потому что, а что проблем здесь будет? Он будет скрыт под поверхностью планеты. Он в безопасности. Не люблю, не люблю такие миссии. Не, ну с одной стороны, конечно, да, интересно, если не поспоришь. Но это мне напоминает, когда мы защищали Одина. И мне эта миссия тоже не очень нравилась с Одином. Особенно помню, там были проблемные ачивки. Которые сложные ачивки. Сканеры засекли движение зергов. Воины, не дайте им достигнуть нашего Нексуса. Нексуса. Нексус окей. Нексус мы можем защищать. Я здесь, среди теней. Мегалит почти закончил с этим стазистным узлом. Я бы посоветовал тебе подготовиться к следующему этапу. Я не готов. Очень быстро. Они очень быстро это делают. Так, нам нужны срочно пилоны. Ну, идем. Куда деваться? Датчики засекли отключение первого стазистного узла. Мегалит начинает переход к следующему. Я здесь, среди теней. Так, вроде, Мегалит тоже умеет у нас сопротивляться. Или нет? Или он просто стоит? Мегалит прибыл ко второму стазистному узлу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Потеряли мы Колоса одного. Должны быть, они спрятаны среди холмов. Если наши воины их уничтожат, мы сможем извлечь из них салоритовые детали. Они точно издеваются. Денег нету, ну, совсем. Так, атаку мы получили. Нам нужно еще уничтожить энергоблоки. Мегалит почти завершил работу. Скоро он вновь начнет движение. Так, ресурсы мы взяли. У меня очень мало войск. Я не знаю, на что они рассчитывают, чтобы я так быстро все это делал. Но пока что у меня не совсем это получается. Так, нужно еще пилоны. Как бы нам еще успеть было внизу, то побить остальных. Так, не знаю как. Первое силовое ядро захвачено. Переносим его на борт. Продолжение следует... Ну, наверное, найдешь. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично, воины. Мегалит отключает третий стазисный узел. Давайте еще пару сделаем гейтов. Даже три гейтов сделаем. Чтобы доварпывать быстрее. Доварп уваженную. Очень разумно. Ради вас мит. Пустота. Я здесь, среди теней. Я не буду слушать тебе. Так, вроде как это у нас все нормально походит. Сталкер еще не готова. Но в целом, в целом вроде справляемся. Еще раз, два, три. Интересно, четвертый или скоро третий был? Нет, это был третий. Значит, еще два. Два узла нам надо пройти. Я здесь, среди теней. Что ты предложишь? На нас даже напасть будут стата. Вот в чем проблема. Третий стазисный узел отключен. Мегалит уже в пути. Судя по показаниям приборов, Киброс начинает пробуждаться от стазиса. Осталось всего два стазисных узла. Ваши союзники вступили в бой. В ближайших пещерах обнаружены большие скопления зерков. Мы можем использовать ландшафт в своих целях. Прикажи брушить камни у входа, и зерки окажутся сапертыми в пещере. Снова аккуратней, конечно. Так, ну из ландшафта, скорее всего, надо наверх долезть. Что я думаю. Да. Так, успею, не успею. Я надеюсь, я успею ее по-быстренькому сломать. Да. Раз, два, три. Все. Оба силовых ядра наши. Я немедленно начинаю над ними работать. В ближайших пещерах обнаружено множество зеркал. Соблюдая осторожность. Среди теней. Враг увидит, на что мы способны. На наши зомби напали. Так, вижу проблему. Ваши союзники вступили в бой. Я здесь. Среди теней. Долго реагировал. Близзы, конечно, умеет это делать. Долго реагировал. Вообще здесь есть хитрость. Если не убивать главный улей. И сломать все... А, не вратам. Все пещеры. То он просто будет стоять и ничего не делать. И это очень важно. То есть для эксперта. На ветеране это легко проходится и так. Без всяких проблем. Но если мы будем играть на эксперте. То, конечно, у такой хитрости прибегать нужно будет обязательно. Так, интересно, мы пройдем через... Через вверх. А, мы сразу могли пройти через вверх. Ничего себе. Здесь хорошее дотекание получается. Так, ну ладно. Сталкеров тоже доведем. Если что, у нас есть порт. Ну и... Пару колоссов пусть тоже таким же образом и перемещается. Ну, вроде как, неплохо смогли отбиться. Отключение стазисного узла почти завершено. Мегалит скоро снова присоединяется. Вот, с временем, конечно, да, есть проблемы. Так, сейчас 5%... 5% не очень много. Тут вовремя прихватили. Главное, чтобы он не спешил. Если вспоминать, опять же, миссию с Одином, то они только так бежали вперед. Он бежал вперед. И ничего здесь не сделаешь. Вроде как, здесь у нас проблемы возникают. Особо не должно. Ушельмить у нас почти неубиваемый. Померкность до крафта. По всем правилам. Единственное, что сантарьков мало. Надо, кстати, их сделать. Кстати, а эту тулу ведь можно было бы, наверное, захватить, чтобы... Тут не очень приятная тема. У меня как раз энергии не хватает, чтобы сделать орбитальный удар. Можно было не убивать газилку, и тогда она бы стояла бы на месте. Так, нужно подкрепление уже. Так, нужно найти кусочек, который надо поставить в пустол. Скорее всего, я еще подальше его поставлю. Вот, например, вот сюда. Да, без проблем пробиваемся. Ну, практически 200 лимит. Опять же, здесь можно прогреть чистое за ошибки, потому что не защищаешь свою базу. Так, из-за чего вы уничтожите все строения зергов? Осталось строение зергов 13. Но это можно было сделать и на ветеране, без всяких проблем. Завалить ко мне все пещеры за 40 секунд после того, как из них начнут появляться зерги. Видать, я не смог кто-то его сделать. Но я пытался очень быстро защищать, но ладно, с этим тоже проблем в будущем у нас никаких возникнов не должно. Мне интересно, что сейчас будет с этими киборгами. Только одну единицу дадут. Обязательно посмотрим, какое. Полагаю, ты хочешь подчинить этих механических воинов своей воле? Они будут свободны, как и Феникс. Прошлая попытка сделать из них рабов привела к восстанию. О, ты испытываешь мое терпение своим наивным идеализмом. Идеализмом? Они копии наших величайших воителей. Мы собираемся освободить твой народ от Малаша, а ты хочешь поработить мой? В свободе кроется слабость. Я свергну Малаша и спасу соплеменников от гибели. Но свободными им не быть. Все Толдоримы будут служить мне. Свобода — это миф, который сильные придумали для слабых. Ты говоришь, как Амул. Если хочешь жить, тебе лучше пересмотреть свою точку зрения. Сделай этого робота Феникса новым вершителем среди чистильщиков. Пусть они исполнят свое предназначение, став идеальным оружием. Да, по-любому с Аларком будут какие-то еще завязки по сюжету практически на 100%. Я здесь уверен. Ирак. Мои разведчики отслеживают передвижение Золотой Армады. Почему именно Индион выбрали той планеты, вокруг которой должен был вращаться Гиброс? Тысячи лет на нем проводились научные исследования. Лучшие умы протосов находили здесь уединение от политических дел, чтобы развивать технологии, которые могли бы принести пользу империи. Именно здесь родилась идея Апсиматрица. Когда чистильщиков решили отключить, они стали символом величия и опасности технологической мысли. И тогда их решили доставить в эту исследовательскую колонию? Она, как нельзя, лучше подходила для этой цели. Именно здесь находились наши величайшие ученые, которые постоянно совершенствовали стазисное поле Киброса. Сколько всего их было на планете? 800 тысяч кхалаев и армия тамплиеров. Надеюсь, их смерть была быстрой. Да, мои подробности. Мы получили доступ к новым роботизированным осадным системам. Иерархов, тебе нужно сделать выбор. Ну, собственно, выбора-то особо никого нет. О, ничего себе, пустошители! Помните их еще в первом Старкрафте? Блин, какие же они клевые были. Правда, у них проблема была с зарядами. Ну вот, и... но, нет, я все равно от них откажусь. Я очень сильно уже привык к Колосам и... И, кстати, заметьте, то, что это настоящие протасы с Аюра. Все протасы, которые были в первом Старкрафте, они все в основном с Аюра и война там была за Аюр. Темные тамплиеры, они сразу ушли на Шакурус, отказались от неройной сети. И... А Колосы? Колосов не было никогда. И вот как раз они появились как чистящики. И, возможно, на самом деле это было продумано гораздо заранее до выхода третьего эпизода. Очень круто, просто нету слов. А на этом мы заканчиваем. Всем спасибо за просмотрел до конца. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы любите Старкрафт 2 так же, как и я. С вами был Вайт и пока-пока. Продолжение следует...